Всем привет! Меня зовут Надя, и я очень рада, что смогла заинтересовать вас своим видео. Наконец, начинаю новый влог. Сегодня вторник, уже 20 августа. Заслалась 10 дней лета, увы. Но мы не печалимся, а идем дальше. Собственно, как у меня с моим альбомом. Не печалюсь, просто тихонечко иду дальше. К этому времени я должна была уже закончить этот альбом, и как бы у меня должна уже быть середина следующего, но я уже расстроилась из-за этого, уже все пережила. Тихонько теперь делаю в своем темпе. Теперь у меня задача доделать до конца лета хотя бы развороты с основным декором. Обложка и топпинги уже можно и в клейку. Конечно, это я вряд ли успею за 10 дней с моим сейчасшним расписанием. Но тихонько делаем, ладно. Второй разворотик. Вот сегодня буквально собрала конструкции всем. Здесь у меня рамочка еще не приклеена, а так все полностью здесь собрано. Осталась работа с красками и... И... А, декор, да. Думаю, что-то еще важное должно быть. Это, конечно же, декор здесь, так. И большой кармашек здесь вот. Что я хотела сказать. Поп-ап конструкции в этом альбоме не будет. Во-первых, сейчас ждем меня. Я достану свой переплет. Я не помню, говорила я в блоге или нет. Честно, не помню. Но, так как у меня маленькое расстояние у переплета, я не смогу сделать поп-ап конструкции большие. Точнее, много их в альбоме. Вот я на первом развороте сделала. На втором не буду делать. На третьем посмотрим, как будет получаться по толщине. Вот. А на втором поп-ап конструкции у меня не будет. Вот это я точно решила. Потому что не закладывала я, когда делала переплет поп-ап конструкции. Вот. И тихонечко вот делала. Набрала очень много бумаги, которая не из коллекции. Вот так, например, тоже не из коллекции. Какая-то у меня Болисина была. Не помню уже из какой. По-моему, это вообще скрабнир. Вот. Потому что двух наборов мне явно не хватает. Что-то еще хотела сказать. Хотела я... В общем, когда села за декорирование первого разворота, я поняла, что у меня как-то очень уж много разнообразного декора. Даже для меня. Хоть я и люблю, когда много всего. Но мне это неудобно с точки зрения создания именно альбомов на заказ. Если здесь я сама себе хозяйка, то, когда идет на заказ у нас, у меня, точнее, в прайсе, определенная фиксированная сумма для альбома, а то, что я использую все больше и больше, покупаю разнообразного декора, конечно же, себестоимость альбома увеличивается. Вот. Поэтому нужно поднимать цены. Я этого делать пока не хочу, по крайней мере, до нового года. Поэтому было принято решение, что я составлю этот альбом. Я доделаю, как запланировала с декором. А следующего хочу себе сделать прям список декора, который я хочу использовать в своих альбомах, и буду покупать только его. Если какие-то только мои индивидуальные проекты, которые я хочу выплатить в жизнь, то тогда, да, буду покупать какой-то другой. А так, в основном, это у нас вырубка высечки, имбойсинг, штампинг, чипборд. Это вот прям основное-основное, что я хочу использовать. Да. А, и кружево, и цветочки. Вот, это точно. Вот. А насчет остального, еще какие-то необычные элементы, по типу, вот, например, в бог альбоме, у меня менее макраме, это явно я использовать уже, ну, как, на постоянной основе в альбомах я не хочу. И еще что-то планировала брать. В общем, пока это все в голове, мне сложно сейчас вам сказать, но вот список мне нужно составить. И вообще у меня на осень довольно много запланировано именно по части именно принятия заказа, этапов создания, отправки, ну, как именно заказчик будет получать альбом. То есть я хочу, например, сделать бриф-лист удобный, но это вот список вопросов, которые я высылаю заказчикам перед тем. Ну, вот, например, когда заказчик не может определиться, что он хочет, я высылаю бриф-лист, там написаны вопросики, и он на них отвечает. В общем-то, так у меня создается картина того альбома, который хочет заказчик. Также я хочу переделать сертификаты, потому что у меня есть как электронный сертификат, если кто не знает, кто хочет подарить альбом, но боится, что он не угадает с альбомом, в принципе, с самой тематикой или размером, то вы можете у меня приобрести сертификат и подарить собственный сертификат. Вот, и уже человек сможет выбрать себе альбом сам, который он захочет, как из наличия, так и сделает заказ, в принципе. Сертификаты на любую абсолютную сумму, которую вам удобно. Вот, что еще? Хочу сделать довольно, это будет большой PDF-файл, где будут описываться этапы работ, потому что меня часто спрашивают о том, как будет создаваться альбом и сколько это по срокам. И каждый альбом, ну, у меня есть, конечно же, комплектации, и вот даже в комплектациях в моих установленных сроки абсолютно разные, потому что если это мини-альбом, это может от трех суток, смотря сколько у меня там по времени, и если у меня все материалы от трех суток до пяти дней, если это большой альбом, там может и на полтора месяца все растянуться. Вот. Потом, а, логотип у меня надо перенести на иконки в соцсетях, потому что у меня в соцсетях иконок нет. Нет, они есть, только без логотипа. Вот, у меня логотип уже есть. И еще что-то, у меня там очень много, именно по оформлению заказа, по получению вот альбома именно заказчикам. Довольно много электронной работы предстоит у меня скрапывать, и я думаю, что я вот этот альбом закончу, и потом начну этим как раз всем заниматься, и альбома отложу. Буду такой около, будет около альбомный, около альбомная осень у меня, наверное, будет вот так вот. Может, будут какие-нибудь совсем миники-миники сделать, чтобы уж совсем скрап не запрасывать, потому что я летом не скрапила практически, и у руки-то все равно тешутся. Вот, сегодня, что по альбому, я, как и сказала, сегодня надо покрасить рамочку, сделаю штампинг или имбосинг, и посмотрим, что у меня сегодня настроение под штампинг или под имбосинг. Дополнить фон и задекорировать эти две странички, и если я это сделаю, уже будет супер. Вот, а завтра уже начну третий разворот. Я так медленно двигаю, что не верю, что я сегодня собрала второй разворот, прям для меня это чудо. Так, из скрапа. Это все, да. Мне, кстати, не знаю, как показать, наверное, сейчас сниму со штатива телефон. Так, вот так, прошу прощения, у меня тут коты спят вместе со мной. Вот штатив, с которого я вам снимаю сейчас видео над столом, всегда вот так, у меня такой стандартный штатив журавль, и сегодня мне пришел второй штатив, вот он стоит. Это штатив, вот с такой вот прищепкой, тоже мое приобретение, так сказать, чтобы он не держал свет. Вот. Сейчас я не ставила свет, потому что влог, я для влогов никогда не ставлю свет, а видео, которые снимаю, например, в шортах или в роликах, такие коротенькие, я всегда выставляю свет. Вот такое вот приобретение у меня тоже случилось. Всегда, максимально всегда оттягиваю эти моменты по приобретению каких-то вещей для съемки, потому что, ну, для меня это не самое обязательное, видимо, в моей голове, но это очень нужно, потому что вот я не снимала влоги, пока не купила себе штатив журавль, вот этот под 90 градусов, который снимает, без него вообще ничего не получалось у меня. Надо было тут выставлять такую композицию, агрегат такой, чтобы у меня телефон снимал именно сверху вам стол. Ладно, хватит об этом. По вышивке, я не помню, делали я фотографию, но, если что, вставлю скрин. Наверное, много у меня с последнего включения вышилось, потому что прошло, наверное, сколько недель, три, если не больше. Я сколько-то не вышивала, не помню уже. В общем, сейчас она выглядит вот так. Да, странно, у меня такой однорогий олень. Пока что в одну сторону я вышила ему рога, здесь еще добавятся такие цветочки. Здесь будет, насколько я помню, что-то вроде, ну, вот сюда еще, вот видите, у меня нитка осталась, вот сюда тоже, сколько у меня пяльца позволят, я тоже вышью. И то вот здесь у меня не поместились рога, и здесь тоже они будут вверх еще уходить, они очень большие, такие вот рога-ветки. Вот. Еще вышла бордюрчик весь полностью, как видите, потому что его точно не было. Если один цветочек, наверное, был, то вот этих точно не было. Дальше дошился вроде олень, да, голова у меня была не дошита, дошились цветочки, ой, листочки, и вот этой висюлечки не было. С этой стороны тоже на рогах будет такая же. В общем-то, вот эта вот вся часть, вот такая вот, она будет повторяться с этой стороны. Поэтому сейчас вот я дошью вот эту нитку и, думаю, переставлю пяльца вправо, чтобы уже все идти заново, так сказать, в следующую сторону. Повторить вот эту вот, левую сторону повторить зеркально. В общем-то, здесь абсолютно ничего нового не случилось. Никаких новых открытий, все так же супер приятный процесс. Классные нитки, мне очень нравится. Первый раз вышиваю не гамовскими нитками, обычно всегда я вышиваю ниточками гамов, потому что они именно в российских наборах у нас вкладываются. Это же набор собран он в России, конечно, но это американские нитки ручного окрашивания. Но собирали это Савин и Лес, да, Савин и Лес. Кто знает этого производителя наборчиков для вышивания, те знают, что это такое. Вот поближе вам покажу. Такая вот вышивка. Жду, не дождусь, когда уже закончу ее. Очень классно лень получается. Конечно же эта дорожка, эта дорожка на 90 сантиметров в длину, напомню, будет по итогу. Здесь еще нет середины. Насколько я помню, середина чуть выше вот где-то вот здесь. Это будет только середина. Вот, вышито 40% работы. Да, я вчера преодолела вечером, специально сидела, дышивала, чтобы у меня было 40%. показывала в саге вышитых крестиков. И это, по-моему, около 10 тысяч крестиков, да. Там 20 с чем-то, 25 что ли, что-то такое. Тысяч крестиков всего в работе. Вот, наверное, в следующем включении, я не знаю, когда она, конечно, будет с моей раскоропностью в последнее время, или в четверг, или только в субботу, включусь. Наверное, то, что пока я мало, очень успеваю, потому что сейчас у нас идет подготовка к новому учебному году, и там в институте вообще заморочек полно по этому поводу. Тем более, из четырех лаборантов я сейчас одна. Там тоже сложная история, но не об этом сейчас. Вот, и включусь, скорее всего, только в субботу, будет два включения, и пока короткие влоги, успеваю мало. Но, что есть. Пока что это все. Не прощаюсь. На этой неделе точно включусь еще. Когда не знаю. Второе включение для влога все-таки я решила делать два раза пока включение. Не знаю, как долго это продлится. Возможно, так теперь будет всегда, потому что я решила. Так и так я решила. Вот, по два включения. потому что довольно сейчас у меня как-то стало уходить мало времени на творчество вообще и включаться три раза в неделю мне особо нечего рассказывать. Вот, но может быть, когда я ввожусь сейчас в рабочий ритм, будет как прежде, но пока так по два раза буду включаться. поэтому сегодня у нас воскресенье 25 августа и у меня здесь вот так вот стоит в разобранном виде альбом практически практически весь. Как видите, здесь внутри уже четыре разворота полностью конструкции собраны, склеены и там даже есть декор. Правда, он пока не закончен, так как там нужны топинги, набрызг, в общем, все попачкать, чтобы все было в едином стиле, все красиво, в общем, дополнить все четыре разворота. И вот здесь у меня пятый разворот не завершенный, так сказать. В нем он как-то наполовину собран, что-то подклеено, что-то еще нет. Вот так вот это пока все выглядит. Вот тут рамочка для него. Здесь для вот этого здесь тоже как-то все наполовину здесь все должен быть конвертно вот этой страничке. Еще нужно доделать. Вот так вот у меня пока в таком сыром, так сказать, состоянии. Вот так, да, низ, низ здесь. Суровым, таком состоянии. Последний разворотик. Не успела я его доделать, хотя планировала, но копка картошки вмешалась. Думаю, сейчас у многих это то, что огородные дела нужно все убирать. вот, но буду доделывать вот на следующую неделю мои планы, так сказать, да, цепнот хочу прям доделать, потому что как бы последние недели лета, ну и потом осень, как бы новая история начинается, новое время года, и хочется, конечно, очень хочется, я надеюсь, я практически уверена процентов на 70, 75, что я доделаю все-таки на следующую неделю это все, вот этот разворот я доведу до ума сегодня, но я имею ввиду до ума склею все, оформлю рамочки, но украшать буду завтра, скорее всего сегодня я не успею, сегодня другие дела, вот, но довести его до ума, склеить конструкции, доклеить, оформить рамочки, сделать сюда конверт, вот это вот хотя бы сегодня сделать будет прекрасно, а завтра уже декор, и останется на неделю у меня обложка, доделать до, сказать, довести до идеала разворотики, но это вечер, так сказать, работа, да, потом вечер работы, это оформление обложки, причем у меня самый главный элемент, ловец, но готов, правда, не помню, где он, а вон, вижу я его, он у меня сверху лежит, не буду сейчас его доставать на полочке, вот, возможно, еще что-то сделала с корешком, посмотрим, если подберу ткань, точнее, кружево, вот, здесь ничего не хочу делать, на задней части обложки, а передняя, конечно, у меня задумка есть на нее, вот, ее буду делать, и все, собственно, потом будет склейка, надеюсь, за неделю я сделаю, было бы прекрасно до субботы, но вряд ли получится, ну, до следующей субботы, да, но вряд ли у меня это выйдет, потому что неделя обещает быть загруженной, начинается прям в институте подготовка к учебному году, и там идет приемка кабинетов, я как лаборант должна там быть, везде, всегда на подхвате, и так, что же еще, вышивка, да, вроде бы, немножко вышивал, честно, не помню, что там было, вначале, вставляю вам скриншот с предыдущего включения, но сейчас мой шикарнейший олень выглядит пока вот так, у него не до конца, конечно же, до сих пор отшиты рога, вообще, по-моему, чуть-чуть, мне получилось с предыдущего включения повышать, вот это, по-моему, дошилось, вот эта сторона полностью, что здесь есть, вот эти вот, вот этот маленький рог, ну, его тут начало, одна рога ветка, так сказать, есть вот это вот, тут же, конечно, еще вот тут, оно будет идти здесь, и здесь, в общем-то, как и здесь, с этой стороны, зеркально будет и тут, также не дошила еще, вот этот вот элементик, и здесь будет цветочек, желтыми нитками, и где-то вот здесь должен быть, по-моему, в общем, продвижения не очень большие, но они есть, буквально после института прихожу и вышиваю, минут сорок, для меня это уже прекрасно, да, вот, как же шикарно тут ложатся нитки, у меня так никогда не ложились, напоминаю, что второй раз в жизни, вышиваю я на равномерной основе, и, конечно же, это просто чудо, вышивать на такой основе, а не на конве, на ней все по-другому получается, крестики супер ровные, просто чудо, ну вот, с планами я поделилась, да, доделаю альбомчик, также в перерывах вышиваю, и пока все, я хочу добить до конца лета, вот эту свою, долг, так сказать, свой по альбому, потому что, ой, не раз уже говорила, что должна я была его сделать, еще в июне, или в июле, ну, где-то он уже должен мне быть готов, давным-давно, ну, ладно, это был альбом на наличие, кстати, он в наличии, цену пока не скажу, не посчитал я еще, вот, так как здесь есть, ну, будет точнее, эффектная обложка, там, конечно, там будет немножко варьироваться, вот, но он в наличии, если кого-то заинтересовал, можете написать, вот так, такой немножко скомканный влог, наверное, ну, не знаю, теперь я буду включаться два раза в неделю, я буду вообще все забывать напрочь, что я говорила в предыдущей части, но пока вот так, надеюсь, вам понравилось, пишите комментарии, что вам понравилось, как вам идет, как он-то мне нравится, как идет работа над альбомом, да, как он, небольшими темпами, но все-таки, со скоростью улитки движется, забыла всем показать, да, хотела, ой, как мне понравилось сделать рамочки, вот, вот, такие вот эффектные, классные рамочки, у меня получается, с помощью, краклюрной пасты, и сухих красок, мне кажется, я это прямо возьму на вооружение, буду теперь в альбомы свои, добавлять, такие рамочки, единственное, что на них уходит, довольно много картона, потому что они делаются из картона, что-то у меня повело немножко, видите, на ничего, выправим потом, они делаются из картона, и это затратно, так сказать, мне, картон не дешевый, ну, посмотрим, может быть, хотя бы, через один разворот это делать, но здесь, конечно, на каждом развороте, и не по одной, а по две, на каждой страничке, я бы даже сказала, вот такие вот рамочки я делаю, но мне понравилось, и делать их, и как они смотрятся, просто, очень эффектно они получаются, вот, такая вот красота, вот так, заканчиваю теперь точно влог, не забывайте ставить лайки, пальчики вверх, огромное спасибо вам за просмотр, и пока-пока,